Доброго времени! С вами Ведогор. Сегодня мы поговорим о преодолении ошибок и препятствий при выполнении практик. Когда мы начинаем свою практику, важно уметь отличать фундаментальные ошибки от менее значительных. Например, если мы не знаем, как правильно произносить мантру или не уверены в каких-то деталях или цветах во время энергетического сеанса жива, это не относится к фундаментальным ошибкам. Принцип и намерение нашей практики важнее деталей звука или видения. Но неверное понимание чистого состояния ума – это уже ошибка фундаментальная. Как можно допустить такую крупную ошибку? Неправильное понимание с самого начала или правильное понимание, но сопровождаемое попытками форсировать практику, приведет к нашему неверному развитию. Первостепенное значение имеет безошибочное узнавание чистого состояния ума. Чистое состояние ума представляет собой суть гимнов, славлений, вет и живы. В этом ключе важно научиться различать чистые и нечистые состояния осознания. Когда мы достигаем понимания различия между этими двумя состояниями и применяем это понимание на практике, видения и знаки духовного продвижения начинают проявляться все ярче. Эти знаки служат для того, чтобы давать нам возможность продолжать практику без каких-либо усилий и оставаться в состоянии гармонии, как только мы ее для себя открыли. Без понимания чистого осознания очень трудно, успешно и быстро развивать свою практику. Возьмем для примера такой случай. Ученик, выполнявший практику в течение девяти лет, без каких-либо успехов, пришел к своему учителю, который объяснил ему, как правильно различать практику, совершаемую в чистом состоянии, от практики, совершаемой в нечистом состоянии. После такого объяснения ученик смог достичь самореализации в течение двух лет. Необходимым является также интеллектуальное понимание, но само по себе оно недостаточно. Мы должны в совершенстве и понимать, и чувствовать все, а затем применять это на практике. Одно лишь интеллектуальное понимание, если оно не дополняется непосредственным переживанием, полученным посредством практики, может оказаться скорее препятствием, чем вспомогательным средством. Как только мы достигнем понимания всех этих аспектов, мы сможем очень быстро продвигаться вперед. Необходимы для практики также определенные усилия и приверженность ей. Ни одно из препятствий, возникающих в процессе практики, таких как лень или ментальное возбуждение, не должно отвлекать нас, так же, как не должны отвлекать нас и какие бы то ни было виды повседневной деятельности. Мы должны привносить состояние чистого, свободного от дуальности ума, который мы раскрыли и развили в себе, в каждую ситуацию и каждый момент обычной повседневной жизни. На сегодня это все. С великой благодарностью к вам, ваш Ведогор.